Вы сознательно откормили супруга, чтобы выглядеть на его фоне менее полной. Вы когда-либо втайне мечтали о том, чтобы ваш муж погиб в шахте, а вы при этом получили бы финансовую компенсацию. Вы самоутверждаетесь, когда бьете мужа. Ребята, подписывайтесь на мой лайв-канал. Стараюсь снимать для вас очень интересный и качественный контент. Юмор, путешествия, интересные встречи. Хотя чего я вам рассказываю? Заходите и подписывайтесь, и сами посмотрите. Ссылка в описании. А мы продолжаем. Всем привет, ребята, с вами Андрей Чент, и вы смотрите свое любимое шоу Детектора Лжи. Если вы рады этому, то поддержите меня лайком. Жду ваши комментарии, потому что мы начинаем. Мужчины лгут в два раза чаще женщин. В этом твердо убеждена наша участница. Она утверждает, что в отличие от своего супруга, говорит на языке правды. Типа самая правдивая. Ирина Бонч-Бруєвич, 26-летняя домогосподарка с Кривого Рогу. Домохозяйка. Саме за допомогою детектора брехні героиня вирішила відкрити правду, яку уже кілька років приховили чоловіка та його матері. Чи витримає сім'я Ирини перевірку правдою? Встречайте, Ирина Бонч-Бруєвич. Показали какую-то операцию, что-то прийти породом. Здравствуйте. Присаживайтесь, пожалуйста. Спасибо. Я знаю, что вы сегодня пришли не одна, и я хотел бы познакомиться с людьми, которые пришли вас поддержать. Бонч-Бруєвич, Александр. Папа. Отец. Виталий, муж. А это муж такой молодой. Как вы думаете, получится у Ирины заработать в этом проекте? Она как-то выглядит постарше, чем ее муж, согласитесь. Есть такая уверенность. Как пацанчик какой-то сидит. А вы сюда зачем пришли? За деньгами или у вас какая-то другая причина? У меня две причины. Первая причина – это наладить взаимоотношения с твоей свекровью. А вторая причина – более меркантильная – это деньги. Хорошо. Ну, я думаю, что деньги я вам могу гарантировать. Конечно же, в случае, если вы будете честны со мной. У нас есть 21 вопрос. Если вы ответите на них честно, вы получите 150 тысяч гривен. За честные ответы на первые шесть вопросов – 5 тысяч гривен. Готовы начинать? Да. Ирина, а вы давно в браке с Виталием? Нет, два года будет. Внимание, вопрос. Вы считаете главой семьи себя, а не мужа? Да. Ну, какой-то балдой пацан сидит, серьезно. Да. Как так-то, а? Правда. АПЛОДИСМЕНТЫ Виталий, а как вам живется в семье, где глава – женщина? У нас в семье еще не распределены должности. Это тебе так кажется? Это просто так каждый считает. Ирина только что сказала, что она глава семьи. Ну, так же самое считаю, что я глава семьи. Просто это произошло после того, как она забеременела. А сколько ребенку лет? Семь месяцев. Как зовут? Виталина. Я стал к ней мягче, чтобы она меньше нервничала. Вот поэтому ей, наверное, до сих пор кажется, что она… То есть до того, как вы забеременели, главой вашей семьи был Виталий? Не был. Понятно. Виталий, а кем вы работаете? Шахтер. В шахте. Ну, я знаю, что… Мужская профессия. У шахтера в честьях бывают перебои заработной платы. Скажите, вам хватает денег, которые вы зарабатываете? Нет, не хватает. Не хватает? Не хватает. И тем не менее вы считаете себя главой семьи? Ну, как-то да. Виталий прав в том плане, что у каждого субъективное представление, кто главный. Я считаю себя, потому что, может быть, в силу своего возраста немножко старше, немножко мудрее. Ну, Альюш, немножко старше. В силу своего возраста. Я же, ну, чтобы видно, что пацан намного моложе. Больше жизненного опыта. Больше заботы. А сколько вот ей? Может быть, поэтому я себя считаю более главной. И по 35, я ему, блин, 25. Когда этот хорный вопрос в семье, мы это рассматриваем. И немножко, наверное, у меня все-таки больше авторитета для того, чтобы мое слово было в последнем. Я думаю, вы знаете, что правда не всегда бывает удобной. И вполне возможно, вы сегодня услышите вопрос, ответ на который вам бы слышать не хотелось. Не хотелось бы. Если вдруг это произойдет, вы можете воспользоваться стоп-кнопкой. Это право у вас есть только один раз. Но лишь до того момента, пока Ирина не начнет отвечать на вопрос. Вам это правило понятно? Да, все понятно. Можем продолжать? Да, конечно. Внимание, вопрос. Вы сознательно откормили супруга, чтобы выглядеть на его фоне менее полной? Серьезно? Откормить мужа, чтобы не казаться такой жирной? Чтобы он не говорил, слышь, ты же поправилась. Ты себя видел? Серьезно? Нет. Фу, слава тебе, Господи. Не сознательно откормила. А то это было бы бредом, ребят, согласитесь. Я думаю, ни хрена себе задача у тетки откормить мужа для того, чтобы голодал, для того, чтобы выглядеть лучше на фоне его. Просто интересно, на сколько вы поправились? На 20 килограмм. На 20 килограмм? Да. За полгода. Когда жил я с родителями, я постоянно был в работе, постоянно был занят. Я на 20 тоже поправился, но за 5 лет, но еще плюс мышцы. А вот за полгода у меня такого результата не было. Были большие физические нагрузки. А когда же мы начали жить вместе, я практически ничего не делал. Только кушал. Интересно, обычно все наоборот. Когда мужчина женится, он начинает что-то делать. А у вас в семье все наоборот произошло? Мы тогда еще не женились. А вы еще тогда не женились? Да. А своей внешностью вы довольны? Нет. Что вас не устраивает? Лишний вес. Ну, тоже, в принципе. Когда мы начали жить вместе, управилась я тоже. На 20 килограмм? Не, на 20, конечно, но все равно. Я была довольна таким. Ну, и, конечно же, стали регулярно ходить в спортзал? Нет. Нет? Нет. В силу обстоятельств я сейчас не могу этого делать. А почему не можете? Ну, у меня маленький ребенок. Готовы услышать следующий вопрос? Да. Вы завидуете своей свекрови в том, что она выглядит изящнее, чем вы? Да. Я согласен. Мамка хорошо выглядит. Ну, реально. Ну, хорошо мама выглядит. Да. Это... Правда. Наталья Валерьевна, а вы знали об этом? Нет. И как вам признание вашей невестки? Немножко шокирована. Ну, приятно. Никогда не думала. Вы не думали, что вы изящно выглядите или что она вам завидует? Никогда не думала, что она мне завидует. А как вы думаете, обоснована? Наверное, нет. В принципе, Ирина очень хорошо и так выглядит. Ирина, а чему завидуете? Что есть такого? Похудея. Наталья Валерьевна, чего нет у вас? Силы и воли для того, чтобы привести свою фигуру в порядок. А скажите, Наталья Валерьевна, у вас как складываются отношения с Ириной? Не очень. Вообще-то доверительные отношения, как бы общаемся. То есть вы считаете ее удачной партией для своего сына? На данный момент да. Вначале что-то же говорили об этом. Ваш супруг поддерживает брак Ирины и Виталия? Мы не живем с супругом. И, в принципе, почти не общаемся. Вы расстались? Да. А это было до брака Ирины и Виталий? Нет, это было после брака. После? Да. Судя по тому, как вы отвечаете, было тяжело пережить этот момент? Ну, конечно. Это очень тяжело, потому что прожит не один год вместе. Мне кажется, в любой семье это очень тяжело. Внимание, вопрос. Вы обрадовались, когда вашу свекровь бросил ее супруг? То есть супруг бросил? Наверное, да. Хотя она не хочет этого говорить. Да. Это? Хотя что, радоваться? Он же не к ней ушел. Просто что, у нас семья лучше, чем у вас, типа? Правда. Наталья Валерьевна, а вы чему улыбались? Ну, в принципе, я об этом знала. Этот человек был недостоин. Наталья Валерьевна. Поэтому я обрадовалась. Из женской солидарности. По объективным причинам. Тут женская солидарность ни при чем. Это объективные причины были. Ну, я согласна, что это даже было к лучшему. Что-то у нас такие вот в семье получились перевороты. Ну, там не только из-за этого. Вот жопой чувствую. Внимание, вопрос. Вы презираете свою свекровь за то, что она пыталась разрушить ваш брак? Я же говорю, что отношения у них не очень. Там же вначале что-то говорили об этом. И она была против. Она говорила, мальчик, зачем тебе такая старуха? Либо там, найди себя получше. Ну, понимаете о чем я, да? Она же старше его. Да. Папа все время молчит только. Пока до него не дошли. Да правда. Чего так долго тянуть-то? Это тогда, когда это было, когда мы только собирались пожениться, Наталья Валерьевна меня отговаривала, не меня, а своего сына отговаривала. Из-за этого я ее презирала. Это было, это есть. Прошлое, к сожалению, не изменить никак. То, что было, то было. Виталий, а вы знали о том, что ваша жена презирает вашу мать? Нет, не знал. Вы действительно были против? Да, изначально я была очень против. А скажите, Наталья Валерьевна, почему же вы все-таки были против этого брака? Возраст. Ну, во-первых, возраст. Это было слишком рано. 18 лет это... Слишком рано для кого? Ему 18, а ей? Сколько ему тогда было лет? 18. 18. А ей? Да. А вам, Ирина, тогда сколько было? 23. 5 лет разница, да? Ну, с учетом того, что 5 лет разница, и она старше. Хотя у самой мужа младше. А, так и сама же такая. На сколько младше? На 6. На 6? Ну, так что ты удивляешься тогда? Очень интересно. А почему же вы такой вот завидной судьбы не желали своему сыну? Только из-за того, что ему было 18 лет. Только поэтому? Да. Впереди учеба, и хотелось бы как бы продолжение учебы, продолжение какой-то карьеры. Ну, молодой, согласен. Для парня 18. Не работал. То есть не работы, ничего, и поэтому не очень-то хотелось. Знаете, вот я бы хотел, наверное, чтобы следующий вопрос задали вы. Ирина, ты уверена, что твой ребенок от Виталия? Не понял. Ты уверена? Знаете, как можно быть уверена, или не уверена? Значит, уже изменяло или что? Ну, этот вопрос уже подразумевает под собой, что она, может, уже с кем-то другим спала. Правильно? Да. Вы сомневались в том, что... Мне хочется спросить, почему вы дали повод? Нет. А почему вы тогда так думали? Ну, наверное, сильно слепая любовь к сыну. Превность. Вы ревновали своего сына? Естественно. Тогда присаживайтесь, и мы узнаем. Виталий? Нет, я не уверен. Вы не уверены, что ваша дочь от вас? Нет, не уверен. Вот. А почему? Быть может, потому что мы узнали, что Ирина беременна как раз в тот момент, когда мы уже были на грани распада. Ну, как-то не слаживалось у нас в семье отношения. Это... Ну, я надеюсь, что правда? Где думает, что это не моя внучка или что? Правда. Все, дочь твоя. Какие вопросы? Кстати, Виталий, вам полегчало? Да, очень полегчало. Хорошо. Я думаю, вам станет еще радостнее, когда вы узнаете, что ваша супруга принесла в ваш семейный бюджет 5000 гривен. АПЛОДИСМЕНТЫ Во втором блоке пять вопросов. Ответив на них честно, вы заработаете 10 тысяч гривен. Я готов задать первый вопрос второго блока. Вы осуждаете свекровь за то, что она воспитала подкаблучника? То есть она понимает, что сын подкаблучник, да? То есть ее муж. И она бы не против была, что мужик был бы главный в семье. Наверное, да, осуждает. Да. Она же хочет быть, типа, там, эти, такой беззащитный. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Правда. Хотя интересно, как воспитываются подкаблучники? Рот закрой, я сказала, я главное. К главе семьи. Виталий, как вы относитесь к тому, что ваша супруга считает вас подкаблучником? Критично я к этому отношусь. Вы об этом не знали, это для вас новость? Да, потому что это далеко не так. Что не так? Она так не считает? Нет, я далеко не подкаблучник. А кто? Голова семьи. Голова семьи? Даже вы смеетесь. Ну, потому что это очевидный вам ответ. Знаете, вот, если вы глава семьи, почему в вашем главенстве не знают другие члены семьи? Как вам сказать, не признают? Она не признает, но она покоряется моему главенству. Она просто... Даже я не знаю, почему она так считает. Покоряетесь все-таки. В каких-то моментах, да. Если он какие-то доводы... Если какой-то вопрос у нас с ним спорный, если он мыслит и поступает как зрелый мужчина, я покоряюсь. Это так. А когда поступает как незрелый мужчина, тогда что? Тогда я просто пытаюсь заказать ему, что это неправильно. Это действительно, как говорила Наталья Валерьевна, он рано женился. Ему не хватает какого-то опыта, наверное, в чем-то. Не хватает стремления, даже не стремления, не хватает, может быть, знаний и умений для того, чтобы добиваться определенных целей. А это очень важно для семьи. Вот. И я осуждаюсь в Украине за то, что она не дала ему этой базы, которая должна обладать, отпуская вот... Когда он строил свою семейную жизнь. Ну, наверное, сильно все-таки большую роль сыграло то, что 18 лет брак это... И тем более немножко старшая женщина, которой уже есть какой-то опыт. Ну, получилось у нее просто взять над ним верх. Хорошо. То есть, на ваш взгляд, он не подкаблучен? Нет. Внимание, вопрос. Вы сожалеете о том, что вышли замуж за Виталия, а не за мужчину старше вас? Хотя странно, что утром за Виталия вышло. Да. А правда это? Правда. Виталий, а вы знали о том, что ваша супруга сожалеет о браке с вами? Нет, я не знал, поскольку у нее было время достаточно для того, чтобы подумать, осознать все ее шаги. Вот она подумала и осознала. Нет, у нее было время осознать свои шаги до свадьбы. Смотрите, Виталий, мне все-таки кажется, что вы находитесь где-то в прошлом. Я говорю о дне сегодняшнем. Сегодня ваша жена не считает вас главой семьи. Сегодня ваша жена считает вас подкаблучником. Сегодня она сожалеет о том, что вышел замуж за вас, а не за кого-то, кто был бы старше. Как она говорит, зрелого мужчину. А почему жалеете? Жалею, потому что, опять-таки, это, наверное, во мне больше проблем, чем у Виталия. Просто у Виталия это первые серьезные отношения. Не то, что первые, но серьезные, такие обоснованные, это первые. У меня они не первые. И поэтому, может быть, я требую слишком много от него. Внимание, вопрос. Ваши предыдущие мужчины удовлетворяли вас в сексе больше, чем ваш муж? Короче, пацана разваливают по всем фронтам. Аж жалко парня. Говно, подкаблучник, муж хреновый, в сексе хреновый. Виталя. Че так как-то жестко? Я думаю, да. Да. Горькая, но правда. Виталя, работай лучше. Виталий не хочется. Туда зачем женился? Он стремится, у него еще все впереди, я так считаю. Сколько лет? Чтобы не обидеть. 21. 21 год. В принципе, довольно-таки молодой. Ирина, 21 год, глава семьи, отец 7-месячного ребенка. И у него еще все впереди. Да. Это такое дело, что чему-чему, этому точно можно научиться. Дед такой, я знаю. Виталий, вас, женщины, которые были до Ирины, удовлетворяли больше, чем ваша жена? Наверное, да. А вы об этом знали? Хреново сексуальная жизнь. Мы сейчас можем работать. Как-то странно. Три года вместе, а работать все еще есть над чем. Это же хорошо. Плохо было, это степня, над чем было. Мне кажется, тот этап, который сейчас у вас, он должен был быть на первом, втором месяце отношений. А не после трех лет совместной жизни. Нет. Просто когда рождается ребенок, совершенно жизнь поворачивается в другое русло. У кого как. И поэтому эти моменты, моменты интимные, они уходят на второй план, даже на третий, на четвертый. У кого как еще раз. Я думаю, у нас все впереди, эти вопросы. Пускай это будет самая большая проблема в нашей жизни. Я этого искренне хочу. Внимание, вопрос. Находясь в браке, вы занимались сексом с другими мужчинами? О, вот к чему этот вопрос. Когда у него спрашивали, типа, ребенок от него, не от него. Жру, тогда вопрос надо его перезадавать. Вот тут, конечно, интересно. Изменяло по факту? Виталий, а вы как считаете, вы уверены? Ну, если вернуться к предыдущим вопросам, то, наверное, не на сто процентов. Особенно про ребенка. Вы догадывались о том, что супруга вам изменяет? Нет, я не догадывался. А что так Карпачев уверен, что вы догадывались, что она изменяет? Подозреваете ее? Да. Наталья Валерьевна, а вы как считаете? Не знаю. Потому что Карпачев так уволит, что, скорее всего, это и есть. Вы же должны понимать эту ситуацию лучше. Как ведут себя женщины, которые не удовлетворены? Изменяют. Ну, я уже говорила о том, что я стараюсь вообще не мешаться. А я сейчас просто ваше мнение спрашиваю. Вот у нас есть ситуация, где жена говорит, что другие мужчины удовлетворяли ее лучше, чем муж. Как вы считаете, такая жена могла изменить? Естественно, появляются сомнения. Может, нет, она сейчас такая святая будет. Изменяла она или нет? Да. Сейчас скажет нет. Ваш ответ? Нет. Опа. И все обломались. Ну, во время, может, брака не изменяла. Вы не хотите изменить свою ответ? Нет. Что-то Карпачев так... Тогда давайте узнаем. Это... Надеюсь, что правда. Правда. У него другие мужчины якобы были до него. Виталий, супруга с вами честна. Вы зря ее подозревали. Значит, замечательная у меня супруга. Мне нечем скрывать, я ему не изменяла. Я такой человек. Если бы я захотела уйти куда-то налево, как говорится, я бы сначала порвала бы отношения с Виталием, развелась бы, потом только бы завелась у другого мужчину. На двух стулах сидеть не нужно. Это неправильно. И вообще, это не для меня. Я просто вот не до конца понимаю, зачем вы вместе живете, если у вас столько подозрений, столько неверия к собственной жене. Ну, наверное, такая у нас семья. Хреновенькая. Внимание, вопрос. Вы не бросаете Виталия, потому что сами не сможете должным образом позаботиться о дочери? Жестко. Тогда у них не любовь, если это да. Тогда вообще жопа отношениям. Ты с ним живешь, потому что он обеспечивает ребенка. Ну, дочь. Но отношений-то нету. Вообще. Да. Капец. Так какие семейные отношения? О чем мы тогда говорим? У вас срака в отношениях, причем полнейшие. Да. Правда. Виталий, ваша жена с вами только потому, что она не сможет позаботиться о дочери. Так она считает. Она в этом уверена. Это очень печально. Я вас предупреждал о том, что правда иногда может быть неудобной. Но мне кажется, лучше узнать правду, чем всю жизнь жить во лжи. Согласен. Да, конечно. Сейчас вы эту правду знаете. Я даже не знаю. Нужно подумать. Над чем будете думать? Стоит ли дальше жить вместе. Согласен. Она тебя, факт, не любит. Я вас поздравляю. Вы принесли в семью 10 тысяч гривен. В семью. Уже под вопросом, в семью или себе. Впереди всего лишь четыре вопроса. Которые могут принести вам 25 тысяч гривен. Вы готовы на них ответить честно? Да. Уверены? Да. Хорошо, тогда продолжаем. Скажите, кто больше времени проводит с ребенком? Я. Потому что я мама в декретном отпуске. Муж у меня работает. Поэтому я, конечно же, провожу больше времени с своей дочкой, которую очень люблю. Скажите, это был долгожданный ребенок? Да. Хорошо. Я готов вам задать следующий вопрос. Вы забеременели только, чтобы не быть старородящей? 23 года. Это старородящее? Серьезно? Да. Да. 23 года. Не, ну если у них 18 пацаны замуж выходят, точнее, женятся. Ну серьезно, 23 года. До 30-ти нормально даже можно родиться без проблем. Виталий, вы знали о том, что ваша жена забеременела не потому, что хотела ребенка от вас, а потому, что хотела, чтобы в карточке не было написано старородящее? Нет, я об этом слышу впервые. Почему так быстро родили, потому что возраст, вот и все. Увы, природа, так задумана, что женщина, у нее просто больше шансов, менее, оборот, меньше шансов выносить здорового ребенка до 25 лет, чем после 25. То есть больше детей вы рожать не планируете? Я не планирую. Виталий, а вы? Только одного. Или вас, как главу семьи, поставили перед фактом? Ну, поживем, увидим. Пока нам не позволяет наш семейный бюджет родить второго ребенка. Да. Готовы услышать следующий вопрос? Да. Вы когда-либо втайне мечтали о том, чтобы ваш муж погиб в шахте, а вы при этом получили бы финансовую компенсацию? Я в шоке, что за вопросы. Мечтал ли, чтобы твой муж погиб? Мне ж мужика жалко. Пацана точнее. Да, было такое. Вот это у них отношения, я вам говорю. Ну их нафиг. Виталий, я мечтала, чтобы ты сдох, а я получила бабки за тебя. Дед вообще молчит. За всю передачу ни слова не сказал. Виталий, что скажете? Да пипец. Неожиданно, очень даже неожиданно. Да. Напрашивайте свои выводы. Какие выводы? Мама была права. О том, что нам не стоит жить вместе. Александр, а вы что скажете? Все-таки это ваша дочь. Да, ну я шокирован этим признанием. Слову нет, понимаете? Да. Не похоже на нее. Это было один раз сказано ему в лицо. Во время очень сильного скандала. К сожалению, я об этих словах очень жалею. Но повернуть ОВС-5 ничего не могу. Я это сказала. Я за это прошу прощения. Потому что на самом деле я тебя очень люблю, действительно. Люблю. Чувак, тебе прямо сказали. В уши сут. С тобой живут, потому что она боится не воспитать ребенка. Она тебя не любит. Спасти люди все с них хреново. Она мечтала, чтобы ты умер. Какая любовь, ребята? Внимание, вопрос. Вы сожалеете, что оскорбляли и унижали мужа? Очень надеюсь. Что она сожалеет. Ну тут нету любви. Ну серьезно. Я манал, кому такие отношения? Нет. Она еще и не сожалеет, что она его оскорбляла. Нет. Говно ты. Да. Правда. Виталий, ваша жена не жалеет о том, что унижала и оскорбляла вас. Как вам, да? Да Виталий куше все равно. Да, у семьи. Он в шоке. Хотя это уже звучит как-то странно. Внимание, вопрос. Вы самоутверждаетесь, когда бьете мужа? Остановите планету, я сойду. Она еще и мужа клепает. Виталий куше все равно. О, боги. Виталий, ты терпила. О, боже мой. Это я хозяйка. На. Ого. О, какие семейные отношения. Вы о чем? Чем дальше влезть, тем больше дров. Я очень человек импульсивный. Это мне дает облегчение. Когда у меня агрессия выплескивается на супруга, я получаю облегчение, немножко самоутверждение. Это так. Он держит просто меня, держит мои руки и пытается успокоить. Говорит, успокойся, успокойся. Наталья Валерьевна, а как вам то, что ваша... Невестка. Клепает сына. Она самоутверждается тем, что бьет вашего сына. Классно. Ну, естественно, это немножко шокирует. Но я хочу сказать, реакция моего сына меня радует. То, что он в ответ ее не бьет. Он просто ее сдерживает. Ведет себя как настоящий истинный мужчина. Руку не поднял ни разу. Спасибо тебе за это большое. Спасибо тебе за это большое. Но я все равно тебя буду дальше клепать. Знаете, я согласен с тем, что... Реально это не отношение. Реально эти женщины не стоит. Но и жить с женщиной. Которая бьет мужчину. Которая самоутверждается таким образом. Тоже, наверное, неправильно. Я думаю, я узнал достаточно правды. Чтобы сделать свои выводы. И воплотить их в реальность. Она особо не настроилась. Заметьте. Вообще. Вы могли их озвучить? Нет. Это останется только между мной и Ириной. Она и сама этого хочет. Понятно видно. Наталья Блеевна, вы догадываетесь о том, какие выводы сделал ваш сын? Да. Вы знаете, я действительно рад, что вы пришли к нам на проект. Но я рад за Виталия. Потому что, несмотря на то, что он действительно молод, вот ситуация, в которую он попал, ну... Жесткая. Крайне печальная. 21 год. Вы знаете, как бы там ни было, в свете того, что я вот не слышал, не знал, она, в принципе, была достойной женой. Была. Ну, вот, они уже расходятся. Вы выиграли 25 тысяч гривен. Готовы ли вы играть дальше? Вы играли дальше? Я хочу остановиться. Вы хотите остановиться? Да. Это ваше право. АПЛОДИСМЕНТЫ Вы можете подойти к своей семье. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А там уже по семье ни мужа, ни кого особо. АПЛОДИСМЕНТЫ Развод. Виталий, я думаю, что вы примите правильное решение, которое пойдет на пользу вашей семье и вашему ребенку. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну что, ребята, вот, в общем-то, мы подошли к концу. Ну, знаете, тут, конечно, такие семейные драмы, что... Фу-фу-фу-фу. Если вам понравились такие выпуски, ребята, хотите больше, да я так троложаю, то поддержите меня лайком, я жду ваши комментарии. С вами был Андрей Чент. Всем пока.